К воплощению своих зимних фантазий жители дома номер 19 по проезду молодежной приступили еще до новогодних каникул. И каждый праздничный день 2017-го здесь что-то строили, лепили и красили. Снежные камни превращались то в Деда Мороза, то в рыжую лисицу или ярко-зеленую гусеницу. Есть даже медведь, который карабкается на дерево. Кстати, из-за косолапого мастеров даже спор возник. Кто-то предлагал оставить его белым, а кто-то настаивал на буром цвете. В итоге все-таки решили медведя раскрасить. А такого количества снеговиков, как на Молодежном 19, нет, наверное, ни в одном дворе. И, конечно, не обошлось без петуха, символа наступившего года. Я сначала в середке хотела сделать цветок. Потом говорят, петух будет. Думаю, раз петух стоит, к нему должно быть какое-нибудь приложение. Потом вспомнил, говорю, надо сделать зайца и лису. Получится, ну, избушку. И, собственно, получилось. Там вот медведь у нас здесь. Потом дальше решили мы снеговиков сделать, потому что они, говорят, на елку идут вся семья. Папа, мама, два мальчика и девочка. Двор на проезде Молодежном 19 – один из 15 участников конкурса городских инициатив «Снежные фантазии-2017». В этом году жители многоквартирных домов соревнуются не только в мастерстве снегостроительства, но и в умении жить большой дружной семьей. В этом году жители многоквартирных домов объединяются в активные группы. Кто-то проводит свои субботники, кто-то, допустим, в этом дворе на Молодежном 19 мы видим, как жители вышли с лопатами, помогают дворникам расчистить двор. Видно, что дух сплочения, какого-то единения и вообще институт добрососедства в Заречном просто на высоте. Итоги городского конкурса «Снежные фантазии-2017» подведут 5 февраля. Честование участников и победителей пройдет в Доме культуры «Дружба». Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».